Валентина Жменько – одна из первых участников профилактической акции, организованной областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. «Мы не теряем время, отпрашиваясь с работы, добираясь до поликлиники и находясь в очереди. Глупо не воспользоваться такой хорошей альтернативой», – говорит работник бизнес-центра. В рамках мероприятия она получила грамотные рекомендации врачей-специалистов и сэкономила драгоценное время. Обычно нам не всегда не хватает времени именно на свое здоровье. Вот сейчас, за 10-15 минут, мы немножко отвлеклись с рабочего места, но мы получили, лично я получила полную консультацию того, чего я хотела услышать. Поэтому организаторам этой акции большое спасибо. И если бы оно проводилось чаще, я думаю, что было бы только «за». Выяснить уровень холестерина в организме, измерить сахар в крови, пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы, наконец получить консультации психолога и врача-волеолога. Не каждый день выпадает возможность такого полноценного медицинского осмотра с индивидуальным подходом к каждому посетителю. Обычно мы настолько заняты работой, дом-работа, работа-дом, и на себя, к сожалению, не всегда остается время. Поэтому мы откликнулись на предложение с проведением такой акции и предоставили помещение, информировали наших арендаторов, для того, чтобы те смогли вовремя провести диагностику определенных ситуаций в организме и вовремя принимать какое-то решение о забытие о своем здоровье. Данная акция – лишь часть тех многочисленных мероприятий, которые входят в государственную программу по профилактике здорового образа жизни. Главная цель как проекта, так и врачей – рассказать людям, как правильно себя вести при подозрениях на какое-либо серьезное заболевание, таких как инфаркт или инсульт, и что нужно делать, чтобы поддержать свое здоровье. В рамках этих программ мы и стараемся быть ближе, скажем так, к народу, приезжать в организации, на предприятия, для того, чтобы проводить вот такие исследования и по пути консультировать их, как правильно питаться, как нужно двигаться, что нужно делать для того, чтобы поддержать свое здоровье. И мы считаем, что мы находим отклик, вот люди заинтересованы в этом, и это очень хорошо, и мы в дальнейшем будем такие мероприятия проводить. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луглавкин, телекомпания «Бук-ТВ».